Всем привет, я Хорошев Максим и я обозреваю мобильную операционку Firefox на Розеткет. На данный момент не существует ни одного телефона, выпущенного с системой от Лисов, поэтому мы довольствуемся эмулятором, который, кстати, берет мощные ресурсы компьютера, поэтому как поведет себя ОС на слабом железе не ясно. Тем не менее, сейчас я расскажу вам об альфа-версии Firefox OS, имеющей кодовое название Boot2Gekko. Начнем мы с экрана блокировки. Вообще, сразу скажу, что интерфейс Firefox OS это смесь Android 4 и iOS. И экран блокировки напоминает именно Android. Внизу экрана есть слайдер. Если оттянуть его, влево откроется камера, если вправо разблокируется аппарат. Знакомо. Рабочий стол, как и в iOS, имеет несколько экранов. Первый выглядит так. Здесь есть виджет часов, а снизу док. В него можно поместить до 7 иконок и пролистывать их. Ну а если нажать на виджет, откроется приложение часы. Здесь есть аналоговое изображение времени, а если тапнуть по нему, появляется цифровое. Можно добавить будильник. Выглядит все примерно так же, как и на iOS. Метод выбора времени очень схож, но это удобно и красиво одновременно. Для возврата есть в меню кнопка Home. Что радует, здесь она только одна. Нет кнопки для выпадающего в меню, приложений, поиска и так далее. Если перелистать вправо, то откроется поиск, и это мне действительно понравилось. Во-первых, здесь можно искать не только файлы, но и информацию в интернете. Изначально уже заложена база с выбором поисковых запросов, будь то фильмы, погоды или социальные сети. Но мне жаль, что этот функционал пока не работает. Он находит контент по заданным запросам и даже ставит картинку на фон с этим запросом. Но вот открывать ничего не хочет. Как будто я не нажимаю, но это же альфа-версия, поэтому все впереди, и можно точно сказать, идея классная. Это сэкономит многим пользователям время, которое они тратили на то, чтобы открыть браузер и вбить что-то в гугле. А тут вправо пролистнул и готово. Удобно? Да, спору нет. Если переместиться по меню дальше, то можно увидеть приложения. Карты, камеру, галерею, радио и так далее. Открыв камеру, можно вспомнить об Android. Дизайн очень похож. Сфотографировать я ничего не могу, зато отсюда я могу переместиться в галерею фотографий. Переключение между ними, то есть приложениями, выглядит именно так. И, видимо, многозадачность будет выглядеть так же. Я так и не нашел в альфа-версии меню многозадачности, хотя приложения работают в фоне. Пусть ОС выглядит еще не так привлекательно, и тем не менее какой-то общий шарм в приложениях присутствует. Так, например, выглядит радио. Вообще, каждое приложение стоит внимания. Встроенный магазин приложений, который уже присутствует, замечу, кажется мне очень простым и удобным. Сверху показаны самые популярные приложения, а ниже можно видеть разделы. Также есть фильтр приложений, который может показывать полную информацию о них, либо только краткую. Кстати, тут можно найти простенькие игры и полезные приложения вроде Twitter. Скачиваются они вот так. Встроенные карты Nokia тоже прилагаются уже в комплекте. Но ничего интересного в них мы не увидим. Давайте лучше откроем настройки. В них можно включить или отключить авиарежим, Wi-Fi, GPS, Bluetooth. Можно настроить яркость или язык, клавиатуру и вообще прочее. Структура очень похожа на iOS. Кстати, Wi-Fi и другие службы можно включить, не заходя в настройки. Если провести пальцем сверху вниз, то откроется центр уведомлений с тулбаром. Что не может не радовать, эта штука открывается из любого приложения. Что касается основных приложений, то попытаем счастье использовать их. Телефон. Телефон имеет три пункта. Набор номера, контакты и набранные пропущенные звонки. Добавим контакт. Все возможные удобства здесь есть. Телефон, почта, фото, дни рождения. Все это в стандарте. Можем импортировать контакты из фейсбук или сим-карты. И кстати, встроенный чат в фейсбук уже присутствует. Также можно написать смс, не выходя из контакта. Система сама нас перенесет в нужное приложение. Смс выглядит под стать современным тенденциям, то есть видеть чата. Можно редактировать и по одному сообщению, и по два, и по сто, удаляя ненужные. Удобно, но привычно. Браузер. Пока простой, но уже удобный лис. Все упрощено до нельзя. Верхняя строка универсальна как для набора адреса, так и для поиска. Закладки и вкладки можно увидеть в боковом меню. Об этом браузере многого не скажем. Он просто симпатичный и удобный. В принципе, это вообще все, что есть в новой мобильной Firefox OS. И рассказал я, наверное, как раз обо всем. Ранее сообщалось, что OS будет предназначена для дешевых смартфонов и планшетов. Она построена на веб-движке Gecko, на котором работает десктоп-браузер Firefox. Мне эта операционка напомнила первую версию iOS. Здесь нет многих функций, но и лишнего тоже нет. Все приложения, которые, скорее всего, в основном станут бесплатными, будут писаться на HTML, CSS и JS. А значит, быстрая работа гарантирована. С другой стороны, можно видеть функции вроде шаринга интернета, GPS или радио. Сочетать все это в дешевом телефоне мало возможно. Хотя, кто знает. Будем надеяться, что в будущем Firefox OS может стать хорошим конкурентом iOS, Windows Phone и Android. Ведь, чем больше конкурентов, тем больше выбор. Кстати, операционную систему Firefox можно попробовать и самому. Для этого нужно скачать эмулятор, который ставится как дополнение на браузер Firefox. Поддерживается macOS, Windows и 32-битный Linux. В описании к видео есть ссылка. А с вами был Хорошев Максим. Подписывайтесь на розетки и ты нас добрых рукоделов. А я не прощаюсь с вами. До новых обзоров!